Один из самых важных уроков, которые мы вынесли из создания первой части Rage, стало умение работать с технологией, которая позволила создать нам настоящий открытый мир. В дебютном выпуске множество интересных задумок, однако они не были объединены. Между уровнями присутствовали загрузки, катались вы по одной локации, сражались исключительно в другой. Однако в Rage 2 всё происходит на большой карте, игра чувствуется более цельной, бесшовной. В сиквеле мы хотели отойти от мрачных, однообразных 50 оттенков коричневого цвета. Вторая часть должна была серьёзно отличаться от первой за счёт уникального стиля. Во-первых, события разворачиваются спустя 30 лет после сюжета Rage, поэтому жизнь возвращается в пустошь. Поэтому в игре появилась растительность с яркими цветами, что привело к созданию более красочных, выделяющихся персонажей, затем к проработке сюжета и характеров героев. Потом мы перешли к рекламе проекта при помощи безумных ярких роликов. Яркие цвета сказались и на геймдизайне. Игра намного красочнее своей предшественницы, и как по мне, это отлично работает. Есть люди, которым хотелось увидеть куда более подробную концовку первой Rage, однако я рад, что люди вообще добрались до неё. На этот раз у нас очень крутой финал. Многие геймеры спрашивают о необходимости проходить Rage перед тем, как садиться за Rage 2. Нет, не нужно. Мы специально разнесли события оригинала и сиквела на 30 лет, чтобы рассказать другую историю. В Rage 2 будет другой главный герой, к тому же он умеет говорить, что для нас в новинку. И не волнуйтесь, если вам потребуется знание предыдущих событий, мы расскажем о них. Те же, кто всё-таки играл в Rage, узнают вернувшихся персонажей, заметят кое-какие детали сюжета, а заодно смогут посетить знакомые места и посмотреть, как они изменились. Однако для общего понимания это совсем не важно. Мы в первую очередь нацелены на создание самостоятельной игры. Я, как и Эдди, очень хотел вернуться к миру Rage, однако, несмотря на крутость нашего движка, он, как бы так получше сказать, предназначен лишь для одного типа игр. Нам всегда нравились игры студии Avalanche с их открытым миром и захватывающим игровым процессом. Так что, как только у студии появилось свободное время, то для нас это стало отличной возможностью поработать вместе. Хотя тут сложилось всё. Случайность, желание сделать игру, желание поработать вместе. У Avalanche огромный опыт по созданию открытых миров, они знают, как делать такие проекты, было интересно сотрудничать с ними. Напоминает удачный брак, в котором механика шутеров от первого лица, от EAD Software, вышла замуж за безумство игр с открытым миром от Avalanche. Мне очень нравится результат. Более того, тем, кто уже успел опробовать проект, тоже понравилась такая комбинация. Субтитры создавал DimaTorzok